Участник Великой Отечественной войны Тамара Завгородняя 9 мая всегда в праздничном строю. Несмотря на свои 92 года, она активно участвует в общественной работе, встречается с молодежью. Накануне праздника в личное дело офицера заглянула Анна Чижлиташ. Война это не дай бог, сколько людей погибло, сколько родных, а сколько не родных, а сколько молодежи погибло, они же тоже бы вот сейчас были бы живые, работали и все. Так что война это очень страшно и снится, снится, другой раз снится, так скакиваешь, ой, думаешь, слава тебе, господи. Я 10-летку закончила уже, так, и война началась, и меня тут курсы, азбуки мороза, а потом сразу в военкомат. А на другое утро я уже в машину нас посадили и повезли в Киров. У нас 4 девчонки, первая из города. Надя, это самая Ася, Ася погибла. Она шла на мину и погибла. А Нина не знает, где она сейчас. Разведданные приносят разведчики, а мы должны зашифровать и передавать их в центральный штаб партизанского движения. А центральный штаб уже передавал штаб фронта. Ну, командир говорит, передавай, а у меня ничего не получается. Ты плакала и все, переживала. Ну, потому что со временем я, значит, освоилась уже и стала передавать. Расшифровку радиограммы, сводку принимала. Ай, как ребята ждали эти сводки, наши партизаны. Они потом переписывали и посреди населения распространяли. Троем стоим, уже чистенькие такие, уже довольны. И нам командир, благодарность у нас там, мы такие, как герои, как что, вот это все. Ну, а потом нас награждали медалью за отвагу. Может быть, слышали, Кавпак, это самый герой Советского Союза. Кавпак подходит и говорит, у каждого походу. Ну, девчонки, вы что, медаль за отвагу, солдаты как орден. Когда Красная Армия на отца сводила, мы из тыла вышли, послали в Москву, центральный штаб партизанского движения. Ну, из центрального, там я побыла, наверное, раз в месяц я побыла там. Ну, из центрального штаба партизанского движения меня послали в Белоруссию. Это министерство внутренних дел. Оперуполномоченную. Ну, тоже так, спецотдел, спецотделение, спецотделение. Так что там специфика своя была. Пошла на общественную работу. Вот это вот, совет ветеранов. Дома-то себе в 4-й нахожусь больно-то скриво, больно-плохо-плохо-плохо. Так я уже стараюсь как-то на людей, к людям, к людям, навещаем больных. Потом поздравляем там с праздником или с днем рождения. Потом выходим где-то в библиотеку, там какое-то выступление, выходим там, кто туда. Потом еще какие-то культурные эти самые мероприятия. Тоже там ходим, организовываем. В школах выступаем, интересуются ребят. Надо что-то все хорошее вспоминать. И что ведь плохое уже, плохое надо забывать, потому что не все плохое. Есть же все и хорошее есть. Вот надо хорошее вспоминать. Потом работать, работать тоже хорошо. Я в другой раз тоже хандрю, в другой раз тоже хандрю. Ну что делать? Мне уже так хандрю, а потом вспоминаю и думаю, все, конец. Хандрю, надо что-то. Всему надо радоваться. А что, сейчас плохо живем, хорошо живем. Город красивый. Можно только на экскурсии, можно сходить. В театр можно сходить, в кино можно сходить. Ну что, сейчас вот на праздники нас не забывают, приглашают. Я так, как пионер уже иду, шагая с троевым шагом. Радуюсь каждому дню, когда я жива. Встану? А, жива, слава Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова